В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Более 200 единиц техники будут обслуживать территорию Ленинского городского округа в зимний период. Вот увиденное сегодня вызывает, скажем так, сдержанный оптимизм. В историко-культурном центре состоялся полуфинал конкурса «Нежный грант». Девушки, даже не вышедшие в финал, получают реальное решение. Продолжается благоустройство парка Дедилзина. Все материалы, все мафы, все тренажеры, все закуплены. До календарной зимы остается чуть больше месяца. Но коммунальные службы, управляющие компанией муниципалитета, уже готовы к работе в сложных погодных условиях. В этом можно было убедиться на традиционном смотре техники. Слово Екатерине Коваленко. Мотобольное поле стадиона «Металлург» едва вместило более 200 единиц коммунальной техники, которая будет обслуживать зимой территорию округа. Разнообразные тракторы, экскаваторы-погрузчики, средства малой механизации. Проверить оборудование приехала специальная комиссия с заместителем руководителя главного управления содержания территории Московской области Никитой Анашкиным, главой муниципалитета Алексеем Спасским, а также руководителями профильных служб. Готовность на высоком уровне. Техника представлена. Специально проводили проверку и заводили технические свойства техники. Поэтому все работает, все нормально. Ожидаем хороших результатов. Самое крупное предприятие коммунальной отрасли округа МБУ «Благоустройство» автопарк предприятия в этом году пополнили 11 единиц техники. Штат компании полностью укомплектован. Работает более 400 человек, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Водители 51, дворников 260 плюс 30, руководящий состав 290. Наличие. Ну не руководящий состав, а мастера. Да, да, да. Дворники, бригадиры, руководящий состав. У нас 5 человек. 420 многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий обслуживает МУП УК ЖКХ. Сейчас уже начались поставки противогололедных реагентов. Контракт заключен на 250 тысяч тонн. Кроме того, расширен и перечень зимнего инвентаря. В этом году мы закупили лопаты двух-трех видов и металлические с наконечником, можете видеть. И вот лопаты облегченные, которые у меня в руках. Данные лопаты позволяют облегчить производительность труда, так как эта лопата легче и у нее более большой захват по снегу. На смотре свою технику представили все управляющие компании округа, ресурсоснабжающие организации, аварийные службы. По мере того, как комиссия отсматривала оборудование, коммунальщики сразу уезжали на место службы. К началу зимы они готовы хоть сегодня. Вот увиденное сегодня вызывает, скажем так, сдержанный оптимизм. Но и самое главное, что беспристрастные органы, которые надзирают над этим, они тоже выставили положительную оценку нашей готовности. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре состоялся полуфинал конкурса «Нежный грант», который проводится уже в третий раз. В этом году в нем приняли участие шесть бизнес-леди. Видновчанка Антонина Самсонова участвует в «Нежном гранте» впервые. Уже более четырех лет у нее свой сервис по подбору нянь. А недавно предпринимательница открыла мотивационный лагерь для детей. Благодаря конкурсу Антонина смогла поделиться своими достижениями с широкой публикой. К выступлению подошла творчески. Это мой дебют. Раз я тренер про проявленность, я на самом деле за четыре года своей тренерской деятельности очень выросла во многих аспектах. Я поняла, что проявиться и начать петь для меня это вообще что-то новое. Номер пришел сам с собой, потому что я начала петь дома эту песню «Мэри Поппинс». А так как я работаю с нянями и меня все ассоциируют с «Мэри Поппинс», оно пришло все как-то само собой. Конкурс «Нежный грант» проводится уже в третий раз. Все шесть участниц – яркие и решительные бизнес-леди. Все участницы очаровательные, и мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание на их деловые качества, на возможность развивать бизнес, потому что все мы знаем, как сложно заниматься предпринимательской деятельностью. Первый этап – это просто регистрация и анкетирование. Далее девушка должна была написать небольшое эссе о себе, то есть каким образом она пришла к этому бизнесу, что у нее происходит, и что у нее в планах на будущее. И подготовить видеовизитку, которая непосредственно характеризует ее деятельность и, ну так скажем, представляет ее в полной красе. Перед жюри, в состав которого входили представители администрации округа и общественных организаций, стоял непростой выбор. Деловой профиль каждой полуфиналистки был интересен и достоин победы. Уникальная и удивительная команда, которой не все равно практически все. У них есть чувство заботы не только о тех направлениях, которые они реализуют в рамках своего бизнеса, но и о том, в целом, как счастлив каждый человек в нашем городе. Как рассказала президент Союза содействия женскому предпринимательству Наталья Муравьева, победа для участниц не главная. На мероприятии они получают советы от опытных экспертов, узнают о мерах поддержки и обмениваются знаниями в сфере бизнеса. Девушки, даже не вышедшие в финал, получают реальное решение своих сложностей, получают контракты, получают договора, медиапродвижения и заявляют о себе. По итогам конкурса победительницами стали Анастасия Трегупова и Евгения Егорова, организатор творческих студий для детей. Одна студия – это чисто художественная, там есть направление живописи рисунок, иллюстрация, скетчинг, творческая мастерская и лепка из глины. Вторую студию мы открыли в феврале этого года, и там направление актерское мастерство, танцевальное, кулинарная мастерская. Теперь Евгения и Анастасия будут участвовать в финале конкурса. Стоит отметить, что победители нежного гранта, занявшие три первых места, награждаются дипломами, специальными призами и денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Благоустройство парка Дыдылдина находится на финальной стадии. Уже сейчас готовы многие объекты, а скоро лесопарк станет полноценной зоной отдыха. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. В городе Видное завершается благоустройство Дыдылдинского лесопарка. Работы проходят в рамках областной программы «Парки в лесу». Со стороны улицы Ольховая появятся детская и спортивная площадки. Помещение с комнатой матери и ребенка. А вот место для прогулок с домашними животными уже готово. Около проспекта Ленинского комсомола доделывают павильоны с кафе и прокатом, а также входную группу. Все материалы, все мафы, все тренажеры, все закуплены. Все другие объекты, такие как комната матери и ребенка, туалетные комнаты, они тоже закуплены. Здесь сегодня, как говорится, все только расставляй, подключай и делай. Несмотря на то, что еще идет строительство, жители могут гулять по парку и следить за ходом работ. Директор видновских парков Моисей Шимаилов убедительно просит беречь уже готовые сооружения, так как объект еще не сдан. Горожане могут высказывать свои пожелания не только по благоустройству, но и по новому названию парка. В народе мы всегда знали, что этот лес называется Дыдылдинский. Краеведы на эту тему целые, как говорится, сообщения подготовили. И действительно, здесь были поля колхоза Владимира Ильича и Дыдылдинский лес. Сейчас идут дебаты по названию, есть предложения и скоро мы их озвучим. Жители довольны, что территория лесопарка уже в скором времени будет отвечать всем современным стандартам зоны отдыха. Встречаюсь с избирателями. Очень много людей, которые довольны тем, какие работы проделаны. Есть же выходные и вечерами. Много очень мам с колясками ходят, с детьми отдыхают. Велосипедистов очень много катается. Все работы по реконструкции лесопарка Дыдылдина завершат 15 ноября. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Гидное ТВ. Телемедицина вышла на новый уровень. Теперь, чтобы закрыть больничный лист, посещать поликлинику не обязательно. Достаточно записаться на заочный прием врача-терапевта, который удаленно оценит состояние вашего здоровья. Как это работает, расскажет Юлия Пагасьян. Типичная ситуация. Человек только переболел. Иммунитет ослаблен лишний раз. Посещать поликлинику, конечно, желания нет. Благодаря современным тенденциям обслуживания пациентов, теперь этого можно избежать. Руководитель отделения профилактики Южной поликлиники Зарема Тен и другие сотрудники Видновской клинической больницы предлагают своим пациентам перейти на заочное закрытие больничных листов нетрудоспособности. Сейчас листки нетрудоспособности все в электронном формате. Работодатель все получает. В базе РПГУ все подгружается. То есть пациент после того, как закрывает листок нетрудоспособности, номер его не меняется. То есть при открытии, какой номер присвоен, тут и остается. Просто единственное приходит информационное сообщение о том, что листок нетрудоспособности закрыт. То есть пациент находится дома со спокойной душой, что листок нетрудоспособности закрыли, и завтра он спокойно выходит к труду. Проект под названием «Телемедицина» в Московской области появился еще до распространения ковида-19. Во время пандемии это нововведение показало свою эффективность. Изначально проект носил исключительно формат консультаций. Возникла какая-то жизненная ситуация у пациента, что ему срочно нужно что-то спросить у врача. Он обращается на портал государственных услуг, регистрируется, заказывает себе консультацию. Потом мы перешли уже на более высокий уровень. Врач мог созвониться со своим коллегой и провести телемедицинскую консультацию врач-врач более высокого уровня по поводу каких-то ситуаций, связанных с пациентом. Воспользоваться услугой закрытия больничного можно в личном кабинете портала госуслуг, на приеме у врача, через информат или по единому телефону 122. Стоит обратить внимание, что открытие больничных листов по-прежнему проходит исключительно во время очного приема. Юлия Погосян, Александр Логинов, Угосадовская. Видно этого. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин